Сегодня мы будем говорить о радиационной безопасности, рентгеноперационной. Это довольно важный вопрос и постоянно, как бы имея это в виду, но все равно в ежедневной практике мы на эти вопросы обращаем меньше внимания, потому что основное внимание и основные вопросы поглощены всегда процессом, всегда выбором стратегии, инструментов, ходом эндоваскулярного вмещательства. Мы учитываем разные детали, иногда из виду выпускаем очень важную вещь, что касается радиационной безопасности получения, потому что мы имеем дело с невидимым врагом, если можно так сказать, потому что ни запаха, ни видимости в этих лучах нет, но на самом деле они могут иметь достаточно серьезные последствия и последствия в основном это долгосрочные. Давайте пока определимся с терминами, что мы имеем в виду и какие параметры мы должны учитывать, когда мы работаем с рентгеновским излучением во время эндоваскулярных вмещательств. Вы здесь видите аппарат современный, схематический, из чего он состоит, естественно, излучатель и усилитель рентгеновского изображения. И, естественно, пациент, который находится между источником излучения и усилителем изображения. Соответственно, следующие параметры мы должны учитывать, характерные излучению рентгеновскому, это плотность облучения. Плотность облучения измеряется на единицу площади и не зависит от расстояния фокуса до пациента. То есть вы можете самого пациента стол поднять, отдалить источника излучения от трубки или, наоборот, приблизить, но, тем не менее, само излучение, которое как бы выходит через определенную площадь, оно, естественно, не меняется. Вот это называется плотность облучения. Попадающая на пациент доза, это пиковая кожная доза, то же самое, в принципе, но, тем не менее, различают их, да, два разных понятия, но, тем не менее, они совпадают по, скажем так, значению. Вот здесь вот, конечно, очень сильно зависит у вас пациент, в каком расстоянии от источника излучения он отдален или, наоборот, стол опущенный пациент, приближен к источнику облучения, тогда попадающий на пациент доза, естественно, разный, то есть зависит от расстояния. Пиковая кожная доза, мы уже говорили, и органная доза, это средняя доза, которая приходится на орган, разный, ну, печень, там, сердце, или селезенка, почки, там, и так далее. И здесь вот есть формула, которым мы можем рассчитать пиковую кожную дозу или попадающую на пациент дозу. Пиковая кожная доза связана с плотностью облучения, то есть исходя из рентгеновских лучей, вот таким образом, 249 плюс 5,2, умноженное на плотность облучения. Получаем пиковую кожную дозу или попадающую дозу на пациента в милигреях. Типы дозы ионизирующего излучения. Опять, это экспозиционная доза, он измеряется в рентгенах. Поглощенная доза, это измеряется в греях, это 1 джоул энергии, приходящийся на 1 кг веса. И эквивалентная доза зиверт, доза измеряемая в зивертах, называется эквивалентной, то есть соответствующей определенному типу излучения. Или альфа-пета-гамма-лучи, или в X-куши рентгеновские лучи. Однако для рентгеновского излучения поглощенная и эквивалентная доза считаются равными. Соответственно, эффективная доза используется для оценки возможных эффектов как скорых, то есть непосредственно таки отдаленных, так называемых стохастических эффектов. Эффективную дозу мы измеряем на следующие органы. Половые железы, молочная щитовидная железа, красный костный мозг, легкие наточники, поверхность ближайшей костной ткани, язык, хрусталики, гипофиз. Вот это самые важные органы, которые мы должны защитить. Вот излучение, соответственно, должны мерить эффективную дозу, которая поглощается именно вот этими органами. Соответственно, мы говорили о плотности излучения. Это измеряется грей на сантиметр квадрат. И если, скажем так, перевод величин произвести от грея до рентгена из зиверта, примерно вот таким образом распределяется. Один рентген примерно – это один грей с антигрей, то есть 001 грей. И один грей равен одному зиверту. Вот это перевод величин, о котором я говорил перед этим. Теперь давайте рассмотрим сам предмет радиационной безопасности с точки зрения этих четырех составляющих. Первый – это биологический эффект рентгеновского излучения, который мы будем обсуждать. Второй – это взаимозависимость дозы и качество изображения. Это очень важно, потому что при работе с разными объектами и разными типами этого скуляра, там, соответственно, требуется определенное качество изображения. Нормативы такой, допустим, увеличенной рентгеновского излучения очень важны с точки зрения радиационной безопасности. Основные принципы защиты от рентгеновского излучения. Вот эти все четыре пункта полностью охватывают весь курс радиационной безопасности, который мы всегда должны знать, работая в рентгеноперационной. Давайте сначала поговорим о биологическом эффекте рентгеновского излучения. Геологический эффект радиации делится на две большие группы. Это детерминированный риск, то есть риск, который проявляется немедленно. То есть вы уже подвергаетесь облучению, и вы уже имеете определенный риск, который зависит от дозы облучения, от поглощенной дозы, от плотности облучения, о котором мы говорили в предыдущем статье. И второе – это вероятностный или стохастический риск. Стохастический риск – это такой замедленный эффект, который может проявиться в отдаленном периоде после получения облучения. В основном это разные абсолютно биологические проявления, онкопроцесс онкологический или разные проявления биологические со стороны органов, подвергшихся облучению. Например, со стороны головного пусталика – это катаракта. Облучение, например, костного мозга опять-таки появляется в подавлении его функций кровотворения и так далее. То есть стохастический сам риск, чем он опасен и аварийный, что он не зависит от общей дозы. То есть есть накопленная доза со временем. Вы можете получать на каждом эндоваскулярном или диагностическом стахастической процедуре меньше дозы, чем полагается для этой конкретной процедуры, но у рентгеновского излучения и биологических эффектов, вызванных радиацией, есть такое свойство накопленности. То есть он может проявиться со временем. Вот так примерно проявляется детерминированный и стахастический эффект, биологический эффект радиации. Соответственно, когда идет детерминированный эффект, оно зависит от дозы, как мы видим. Увеличивается доза, увеличивается детерминированный эффект. А вот что касается стахастического эффекта, он не зависит от дозы, он может накапливаться со временем, даже если вы получаете, скажем так, допустимые дозы при каждом эндоваскулярном или диагностическом вмещательстве. Основные стахастические эффекты, которые опасны для здоровья, это и генетические эффекты, и воздействие на ДНК клетки, и это естественно онкологический процесс. Это самое серьезное в последствии радиации биологических эффектов. Вот, допустим, как определяются дозы при разных типах эндоваскулярных вмещательствах диагностики. При коронарографии эффективная доза – это 15 миллизивер. Разброс от 0.17 до 1.31, что в 5 раз больше естественного радиационного фона – 3.1 миллизивер. То есть это не совсем безопасная процедура, насколько зрение биологических эффектов и детерминированного эффекта. Потому что все-таки естественного фона отличается и достаточно производительно отличается. И вот стахастический эффект вот такого облучения. Мы видим, что если статистическую модель разработать в соответствии с дозами облучения при разных типах эндоваскулярных вмещательств, риск анцерогениза увеличивается от тысячной доли процента при эффективной дозе 1 миллизивер. До 4% при облучении 1 зивер. 1 зивер – это 1 грей, если помните, величины перевода из одной величины в другое – радиационного излучения. Достаточно серьезная доза. И хочу сказать, что при некоторых вмещательствах, особенно при канализации хронических активов, это коронарная ингитарная периферия, иногда вот эта доза достигает 6 и больше грега. Поэтому во время вмещательства обязательно нужно мониторить, чтобы эти дозы отсечения мы всегда имели в виду и всегда в задней части головы мозга все заложили и помнили, что при облучении, например, 1 зивер, риск канцерогенеза примерно до 4% увеличивается. Это достаточно серьезная цифра, поэтому это надо учитывать. Риск мутации ДНК растет в 3 раза, соответственно, при облучении эффективной дозы диагностики. Исходя из этих цифр, исходя из детерминированных и 100 хостических эффектов излучения, каждой катетеризационной лаборатории необходимо иметь программу радиационной защиты. И эта программа состоит из этих элементов, определение необходимого состава и количества персонала в операционной, мониторинг естественного облучения операционной, мероприятия по защите от ионизирующего излучения, оптимизация процессов получения изображения и самой эндоваскулярной процедуры. И, самое главное, периодически обучение персонала и тренинг курса для повышения уровня знаний и практических приемов в области радиационной защиты. Вот эти пять пунктов обязательно составные части защиты и радиационной защиты каждой катетеризационной лаборатории. И каждый пункт имеет значение, каждый пункт должен определяться соответственно с потребностями, характером работы, катетеризационной лаборатории, характером клиники, где расположена эта операционная. Итак, это все надо учитывать и определять конкретно, в зависимости от конкретной клиники, какой вид деятельности эндоваскулярной и активность эндоваскулярной ведется в каждой катетеризации. Даже вот первый пункт определенно необходимого состава количества персонала имеет большое значение. Я очень часто видел и вижу эти картинки даже при трансляции из других операционных, когда делают пример трансляции кейсов операции. Иногда собирается в операционной документации 20 человек. Зачем лишний персонал при этом? Там должны быть только те, которые непосредственно вовлечены в процессе. Нет необходимости присутствовать дополнительного персонала, чтобы излучать обучение дополнительно медицинского персонала. Мы уже говорили об этом, статархарстический эффект и детерминированный эффект. Не будем здесь останавливаться. Вот остановимся на этой таблице, где показаны рекомендуемые дозы или максимальные дозы, которые могут вызвать соответствующие статархастические или детерминированные эффекты. Вот хрусталик глаза, например, который постоянно подвергается облучению, на котором мы не обращаем внимание, потому что не защищаем свой глаз от облучения, не ставим, соответственно, ширмы, которые между оператором мы источником излучения или не носим очки соответствующие, которые защищают от рассеивающегося ионизирующего излучения. Вот 150 миллизиверт в год – это максимум отсечения для того, чтобы избежать катаракты. Я не уверен, что в каждой катаризационной лаборатории ведется вот этот учет, и каждый рентгенхирург или медсестра или другой персонал, который работает в операционной, знает об этой величине, и тем более следит за этой величиной. А эти величины уже определены. Они определены опытом, они определены наблюдением. Или, например, общее значение, чтобы избежать риска канцерогенеза или генетических эффектов воздействия на ДНК. Вот 30-50 миллизиверт в год, допустимо, полученная доза каждым из медперсонала. Или 10 миллизиверт умножены на возраст. Конечно, от возраста зависит, потому что чем старше персонал, который работает в операционной, тем больше риск таких генетических эффектов, поэтому это надо учитывать, чтобы не привесить максимально допустимые дозы. И здесь приведены еще другие дозы, соответственно, органов и областей облучения. И вот это очень полезная таблица, которую я считаю, что надо распечатать и положить на стол в операционной, в миноперационной, или повесить на стену, чтобы все знали об этом, что нельзя превысить эту допустимую дозу. Вот пиковая доза, кожная доза, о чем мы говорили в первом слайде, которая очень важна. Вот смотрите, что происходит с кожей, когда мы делаем разные типы, разные величины облучения, то есть разная величина пиковой кожной дозы. Два грея, это вызывает эритмы. И через несколько часов появляется, это детерминированный эффект, он сразу появляется, и это непосредственный эффект, непосредственный результат получения. Большая эритма при 6 греях, приходящая апелляция 3 грея, постоянная апелляция 7, и дальше, и дальше, и дальше мы видим, при 24 греях кожной дозы может возникнуть вторичная язва. Проявляется где-то через примерно 10 недель после процедуры эндоваскулярной, или рак кожи. Нет максимально допустимой дозы, но через 5 лет, это уже 100 хастрический эффект, отдаленный, который может появиться при превышении пиковой кожной дозы. Что может получиться? Вот здесь поражение кожи при ранних исследователях, когда радиационной защите мало шурналей, когда рентген только что открыл свои лучи и интенсивно проводились исследования относительно этого нового явления. Вот так вот исследователи повреждали свою кожу. Исторический снимок, сейчас, конечно, мы такого не наблюдаем, потому что и качество рентгеновского оборудования повысилось, и качество рентгеновской защиты. Но, тем не менее, вот такие радиационные язвы встречаются и сегодня на современных аппаратах. У этого пациента была выполнена реконализация хронической окклюзи коронарной артерии, и очень долго оператор работал в одной и той же проекции. Здесь, конечно, если предположить, это левая косая, 30 градусов проекция, и лучи постоянно попадали в одну точку. И, соответственно, пиковая кожная доза здесь превысила, наверное, скорее всего, 20 грей, потому что процедура длилась долго, и она сразу не проявляется. Он появился у нас через, по-моему, полгода. И сначала он обратился к дерматологу, думая, что это какое-то кожное заболевание. Так начал дерматолог лечить, что-то не получается, и после этого он пришел к нам, и как мы увидели эту картину, соответственно, первое, что возникло подозрение – это радиационная язва. она очень сложно лечиться. И этому пациенту в другом учреждении потом сделали пересадку кожного лоску. Потому что никакое лекарство местное или общее его воздействие не помогает лечению такого состояния. Само по себе жизни этому пациенту не мешало. Было ощущение болезненности в этой области, зуд. Соответственно, я не знаю, в дальнейшем может и рак позже здесь развиться, через пять и больше лет, как струхастический эффект. Но вот это вот конкретный случай. Еще раз яркое напоминание о том, что мы вопросы радиационной безопасности должны знать и должны всегда иметь в виду. Вот катаракта интервенционного кардиолога по мутнению хрусталика глаза. Это взято из литературы мировой, опубликованная в 1998 году. Мы здесь видим, к чему может привести, если оператор или медицинский персонал не защищает свой глаз во время работы. Теперь посмотрим на взаимозависимость дозы и качество изображения. Доза и качество изображения, они пропорционально зависят. Если хотите хорошее качество изображения, соответственно, доза излучения должна вырасти. То есть плотность, облучение, поток, плотность потока, естественно, должно вырасти, чтобы вы получите лучшую дозу. Потому что чем больше доза попадает на детекторы, то есть на усилители рентгеновского изображения, тем больше не получаем изображение на мониторе. Правда, цифровая система, дигитализация и всякие, скажем так, программы, основанные на цифровом преобразователе, не аналоговом, а цифровом, позволили усилить, улучшить качество, не меняя параметры рентгеновского излучения, но у всего есть предел. Поэтому всегда доза и качество изображения являются компромиссами. Всегда должны учитывать и общую дозу облучения и, соответственно, подстроить качество изображения так, чтобы не повредить работе, эффективность и безопасность этой работы, но, с другой стороны, должны учитывать и то, что, если мы хотим хороший кадр получить, качественный, значит, должны увеличить дозу, но если по условиям работы такое сочное изображение, как здесь, в правом углу, не нужно, можем доводствоваться, например, тем качеством, которое здесь на средней панели изображено, соответственно, мы уменьшаем дозу облучения. Поэтому вот этот баланс всегда нам надо учитывать. Работаем на коронарных сосудах, естественно, там одни условия, работаем на артериях нижнеконечных, это другие условия, работаем на интракронарных, интракраниальных артериях, третьи условия и так далее, и так далее, плечная полость, фистеральные артерии, это еще одни условия. Поэтому в зависимости от конкретных условий эндомендоваскулярных процедур и диагностики мы должны выбрать компромисс между качеством изображения дозу облучения. Если нам не нужно сильно очень хорошее качество, видеть там детали, какие-то мелкие сосуды и так далее, можем, соответственно, уменьшить качество изображения, соответственно, уменьшить дозу облучения. Вот если сравнить, например, два качества двух изображений, правой коронарной артерии при разных условиях облучения. Здесь облучение больше, как мы видим, здесь меньше. Но если сравнить, качество изображения ничем не хуже. Даже, скажем так, для лечения вот этого сужения совершенно необязательно применить либо большое проекционное увеличение, либо большую дозу облучения. Поэтому надо довольствоваться тем, что у нас требуется по характеру эндоваскулярного вмещательства. Соответственно, мы должны помнить, что увеличивая углы, увеличивая наклоны, ухудшаем изображение. Соответственно, мы должны увеличить дозу облучения, как здесь показано, например, при достаточно упытанном пациенте. Большая грудная клетка. Вот, смотрите, большой массой пациент. И применяя вот такой наклон, мы должны понимать, что доза облучения, которая попадает на оператора, здесь достаточно большая. И здесь, как мы видим, он не применяет ни защитную шерму, которая между оператором и трубкой должна стоять, то есть на уровне глаз здесь от рассеивающего излучения. Глаз совершенно уничтожен. Поэтому глубокие углы завала все другие. Толщина объекта, соответственно, увеличивает дозу пациента и поверхностную дозу пациента, дозу облучения самого оператора. Теперь посмотрим на рекомендуемые коронарные проекции для снижения дозы облучения при поражениях разной локализации. Здесь я не буду детально останавливаться. Вы можете потом эту таблицу более детально изучить. Мы видим, что в зависимости от локализации поражения, например, в левой коронарной артерии, в правой коронарной артерии, применяются соответствующие углы наклона и при этом рекомендуемый наклон трубки ЭО. Вот здесь они выделены и, соответственно, мы видим, насколько можно снизить дозу на пациента, на оператора, применяя рекомендуемый наклон трубки электронно-оптического преобразователя для усилителя дентгеновского излучения. Самый главный принцип – это так называемый принцип «АЛАРА». То есть нет для каждой проекции, для каждой артерии, для каждого пациента таких четко рекомендуемых доз, наклонов, соответственно, качеством изображения и так далее. То есть это всегда решается в индивидуальном порядке. Но общий принцип – максимально уменьшить дозу облучения, максимально доступными методами уменьшить пиковую дозу на пациента или на оператора, все эти мероприятия мы должны провести. То есть наклонцы дуги, характер эндоваскулярного вмещательства, что не нужно там очень детально видеть, и качество изображения такое сильное, высокое нам требуется. Должны учитывать еще конституцию пациента, насколько у него там большая плотность тканей, большая грудная клетка или, наоборот, худой пациент. Все это мы должны учитывать и, соответственно, проекции, где мы будем работать, и дозы, уровень доз, которые при таких наклонах видим, все это надо соотнести, сделать общую картину, все комплексы учитывать так, чтобы максимально уменьшить облучение, не обучить дозу облучения. Соответственно, режимы скопии мы можем настроить индивидуально, потому что кроме киносъемки мы пользуемся еще скопией. Есть на современных аппаратах разные режимы скопии, как мы здесь видим на Philips 3 разные типы, и эти мы 3 типа скопии можем применить при разных областях эндоваскулярных вещательствах нейро, общие и кардио, например, разные применяются, и частота кадров, и, соответственно, импульс излучения. Поэтому надо выбрать режим, надо пробовать режим такой, который с минимально достаточной дозой нам обеспечивает хорошее достаточное качество изображения. Вот здесь как раз принцип настройки с минимально достаточной дозой. Выбрали, например, какой-то режим скопии, мы здесь на Philips, здесь есть на любых современных ангиграфических аппаратах, в левом нижнем углу отображается вся доза и все параметры хлюороскопического излучения. Здесь, например, доза флюора нормальная, здесь меньшая флюородоза, как мы видим. Соответственно, количество импульсов здесь 150, здесь 24, и, как мы видим, качество изображения абсолютно не страдает при этом. Вот зачем работать тогда на повышенной дозе импульса, на повышенной дозе облучения, когда мы можем тоже качество достаточное для нашей безопасной эффективной работы выбрать на меньшей скопии, меньшей дозе скопии, меньше частоты импульсов и меньшей дозы в каждом импульсе. То есть, видя изображение скопическое и меняя режимы скопии, мы можем выбрать то качество изображения, которое нам позволит эффективно и, главное, безопасно работать для конкретного геоскулярного качества. Ну, соответственно, применение фильтров или полуфильтров, естественно, увеличивает качество изображения. Вот если сравнить, например, два изображения без полуфильтра, прозрачного фильтра и с применением прозрачного фильтра. Естественно, сам компьютер настраивает автоматически, когда вы включаете скопию и определенная доза попадает на электронно-оптический преобразователь, возникает обратная связь и трубка сама выбирает дозу облучения такой, чтобы было среднее на все поле облучения. Соответственно, где более прозрачная, там меньшая доза нужна, где менее прозрачная, большая доза, но средняя, которую выберет трубка, получится так, что вы потеряете в качестве изображения там, где более плотная ткань. А где менее плотная, легкая, например, она всегда будет просвечиваться. Поэтому лучше закрыть легочное поле. Соответственно, трубка выберет то излучение, те параметры излучения, чтобы качество было достаточно, но зато доза снизится намного. Поэтому всегда используйте коллиматоры, шторки и такие фильтры полупрозрачные, которые позволяют уменьшить дозу и увеличить качество изображения. Соответственно, доза изменяется при изменении формата. Здесь я не буду останавливаться, потому что в современных ангиографических аппаратах при уменьшении дозы иногда до 70%, мы получаем такое же качество изображения, как при увеличенном дозе облучения. Поэтому возможности современных ангиографических аппаратов по выборе режимов скопии, режимов съемки, дозы облучения в каждом импульсе, количество кадров, количество импульсов – все это надо учитывать, потому что в сумме все это влияет на общую дозу облучения, включая коллиматоры, включая полупрозрачные фильтры, которыми мы должны пользоваться в нашей ежедневной работе. Теперь нормативы и допустимые дозы. Тут три фактора, которые влияют на дозы облучения при интервенционных процедурах. Я здесь не буду останавливаться детально. Эти три группы факторов. Факторы, связанные с конструкцией и настройкой ангиографического оборудования, это самый главный фактор, один из главных факторов – пациента, масса тела, конституция пациента, о чем я говорил. Факторы, связанные с проведением интракоронарной процедуры, то, естественно, все зависит от характера вмещательства и зоны вмещательства, артерии вмещательства, сложности и т.д. и т.п. Все эти три фактора и, соответственно, связанные с этим настройки в этой таблице проведены, потом можете детально просмотреть и проанализировать. На этой таблице я останавливался ранее, но повторюсь, поскольку рубрика здесь максимально допустимые дозы, которые допустимы как для персонала, так и для пациента. Для персонала всегда надо иметь в виду вот эти две дозы, при том определенные двумя разными организациями. Первое – это Национальный совет Америки, Американский национальный совет по радиоактивной защите, и второе – это Международная комиссия по радиоактивной защите. По многому они совпадают, как мы видим, практически разницы между ними нет. То есть согласие, консенсус по поводу защиты вот этих важных органов ионизирующего излучения сегодня имеются, вот эти цехи здесь проведены. Теперь давайте посмотрим по дозам для каждого медперсонала, который присутствует во время телоскулярных процедур в операционной. Первый оператор, ассистент, операционная сестра и анестезиолог. Вот четыре основные, которые присутствуют в операционной во время вмещательства. Я не знаю вот по поводу анестезиолога, потому что у нас, например, в клинике анестезиолог активно в операционной нефть, когда он не нужен, например, при диагностической коронаграфии или при диагностических исследованиях анестезиолог, необязательно, чтобы он находился в больнице. Даже при коронарных вмещательствах в нейроинтервенциях в присутствии анестезиолога не всегда обязательны, поэтому его как бы вынесут на скобки. Но если он нужен и присутствует, мы видим, насколько разнятся поверхностные дозы, попадающие на медицинский персонал с разными уровнями защиты. И это тоже надо иметь в виду, когда мы работаем в операционной, как мы должны защититься, чтобы максимально уменьшить дозы облучения на наши жизненно важные органы. Вот как должны распределяться и стоять основные действующие лица медперсоналов во время эндовоскулярных включателей. Обратите внимание, во-первых, на эту шерму потолочную, которая всегда должна присутствовать между оператором и зоной облучения. И мы видим, что сам оператор расположен ближе к зоне облучения. Потом стоит ассистент и потом операционная сестра, которая наибольшей степени защищена при таком расположении операционной бригады. Но иногда я вижу такую картину, что медицинская сестра стоит на другой стороне стола, и оттуда подают инструменты, и получают при этом такую же дозу, как врачи, которые стоят в таком порядке. Вот если операционная сестра стоит в одном ряду с врачами, это никак не влияет на качество работы и на оперативность работы. То есть она может также подать любой инструмент, который нужно, если бы она стояла на другой стороне стола. Вот и по поводу анестезиолога, где он в основном расположен. Зона облучения здесь тоже очень большая, фактически на уровне первого оператора. Поэтому, если нет особой необходимости, анестезиолог может не присутствовать в операционной, даже при наличии защиты переднего фартука и щитовидной железы. Ну, в любом случае, количество присутствующих в операционной количество медперсонала определяется в каждом, как в этом случае, характером. Простной принцип состоит в том, чтобы минимизировать количество медперсонала, который находится в зоне облучения. Если не нужно нахождение какого-то из медперсонала в операционной, лучше, чтобы он находился в зоне облучения. Вот основной принцип защиты. Помимо того, что мы используем ширмы, также фартуки, ошейники для защиты щитовидной железы, мы должны знать, как расположена трубка. Если трубка расположена рядом с оператором, при левой косой проекции, например, при прямой проекции или наклон, скажем так, каудальный или краниальный в основном, трубка находится рядом практически с первым оператором, и доза облучения здесь гораздо больше, кратно больше, чем если бы трубка находится на другой стороне тела. То есть первый принцип защиты от рентгеновского излучения заключается в том, чтобы трубку направить на себя. То есть трубка должна смотреть на вас. На операционную бригаду тогда получается меньше доза, намного меньше доза получения на оперирующую бригаду, нежели в сравнении с теми проекциями, где трубка находится рядом с тобой. Это надо учитывать всегда при выборе углов наклона и, соответственно, характеру работы и характеру эндовоскулянного учреждения. Здесь проведены референсные дозы облучения во время выполнения коронарной ангиопластики. По данным разных авторов мы видим, что со временем, вот здесь есть 90-е годы и начало 2000-х годов. Сейчас ситуация еще лучше, скажем так, с усовершенствами ангиопластики. И время флуороскопии уменьшается, как мы видим, трех-пятикратно с вами с 90-ми годами. И время киносъемки, и количество кадров киносъемки, несмотря на то, что растет, соответственно, или он находится на уровне 90-х годов, соответственно, уменьшение времени в флуороскопии позволяет уменьшить скорость облучения. Ну, еще раз, эти цифры 20-летней давности, как мы видим, с тех пор очень много усовершенствований произошло и в ангиографической технике, и в защите медперсонала. Поэтому вот эти цифры можно пересмотреть в более положительную сторону уменьшения. Статическое значение дозовых нагрузок по, соответственно, разных эндоваскулярных и неэндоваскулярных, что проведено в этой таблице. Здесь тоже референсные дозы. Не буду здесь также останавливаться более детально, чтобы не терять время. Вы можете эту таблицу тоже внимательно рассмотреть и взять как руководство и как референсную таблицу для знания референсных максимальных доз при разных эндоваскулярных или неэндоваскулярных. Следняя доза рентгеноскопии и рентгенографии для некоторых клиник. Мы здесь видим в зависимости от типа использования. Также это усредненные данные нашей клиники, то есть нашей страны. Собраны данные из разных клиник, средние показатели здесь примерно приведены. Не сказать, чтобы они сильно выходят за пределы максимально допустимых доз. В принципе, они находятся в пределах допустимых референсных доз, но, тем не менее, хотелось бы еще уменьшить ионизирующую нагрузку на пациента и, соответственно, на персонала. И это все зависит от радиационной программы, защиты от радиационного излучения в каждой катетеризационной лаборатории, в каждой клинике. И, наконец, основные принципы защиты от рентгеновского излучения. Вот пункты, которые мы должны иметь в виду. В первую очередь для того, чтобы защитить себя, защитить пациента, защитить медперсонал другой, который находится во время работы в зоне ионизирующего излучения в операционной. Первый основной принцип – это увеличение расстояния до источника, правильное положение оператора, уменьшение дозы излучения, сокращение времени исследования, использования современной технологии рентгенов, техники и индивидуальной защиты. Этих пунктов мы косвенно касались. В предыдущих слайдах и по поводу увеличения расстояния до источника есть физическая формула абсолютно четкая, которая показывает, что доза уменьшается пропорционально квадрату расстояния. И я напоминаю тот слайд, где показано соотношение трубки и оператора. Если рядом находится трубка, соответственно, доза, расстояние меньшая от источника излучения до оператора, доза максимальная. Трубку мы переведем на другой стороне стола, когда она на нас смотрит. Соответственно, первый принцип защиты от излучения, мы увеличиваем расстояние до источника излучения, соответственно, мы защищаем себя. Вот тот же самый, что я показал в черно-белом, здесь он более красочно дается разноцветно. Смотрите, чем ближе к трубке, тем больше излучения, чем дальше от трубки, тем меньше. Если совсем близко 8 мгч, мы видим на расстоянии примерно сколько здесь? Полтора метра даже. 150 сантиметров уже получается 0,5. где-то уменьшение примерно 16 раз. Так, поэтому даже полтора метра, да, вроде несущественное расстояние, доза очень. Второй принцип уменьшения расстояния от источника излучения, это увеличить расстояние по центру, то есть максимально поднять стол, чтобы уменьшить вот этот промежуток, от усилителя рентгеновского изображения до пациента. Потому что, если мы применяем вот первые два варианта, рассеянная доза, гораздо больше, чем если мы приближаем, удаляем пациента от излучения. То есть, если здесь соединиться доза облучения, примерно три раза увеличивается доза, если мы создаем вот такой люфт между пациентом и эопом. То есть, максимально поднять стол, максимально приближить пациента к усилителю рентгеновского изображения. Вот здесь наглядная демонстрация двух позиций. Здесь стол максимально низко, то есть, видите, расстояние от пациента до эопа настолько большое, а здесь максимально поднять стол и минимальное расстояние между эопом и пациентом. Соответственно, доза уменьшается примерно три с половиной раза при тех же условиях скопии, при тех же условиях частоты кадров. Соответственно, мы достигаем трехкратное уменьшение дозы облучения и на пациента, и на медперсонал. Уменьшить угол проекции, я об этом уже говорил, поскольку чем больше наклон, тем больше рассеивание. То есть, мы получаем больше рассеивающуюся дозу ионизирующего излучения. И это очень важный следующий пункт, о котором я хочу постановиться и делать ваше внимание более концентрированным. Всегда в пультовой или в операционной должен находиться человек, или эту функцию может выполнить операционная сестра, или же технический персонал, который находится в пультовой. Вот такое изображение мы имеем в нижнем левом углу монитора, так и то самое пультовое повторяется, где указана и плотность дозы, и исходящая доза, и время флюороскопии, и соответственно доза импульса, и тип флюороскопии, время вмещательства. И эти факторы абсолютно нужны для того, чтобы сообщить оператору, на каком этапе он находится и какую дозу он уже получит, чтобы он не превысил максимально допустимые дозы, которые вызывают этапинированные эффекты. Например, пиктовая кожная доза. Мы знаем, что два грея – это первый уровень отсечения, когда есть риск образования радиационного повреждения кожи. Если излучение достигает 2 грея, медперсонал, который следит за этим, должен сообщить оператору, что пройден первый уровень, допустим, 2 грея. Потом оператор для себя решает, на каком этап вмещательства он находится, продолжать вмещательство или делать второй этап, или прекратить, или менять условия работы, или выбрать меньшую интенсивность и, соответственно, уменьшить дозу дальнейшего обучения. То есть вот эти референсные дозы, которые перманентно во время работы возникают и обеспечиваются – это первый и основной пункт, и очень важный пункт для того, чтобы следить онлайн в течение времени, на каком этапе вы находитесь, сколько вы дозу получили и как дальше вести себя. Здесь тоже самое, больше в увеличенном виде. Вот эти полоски заполняются по мере нарастания поверхностной дозы. И когда заполнится, вот такие белые полоски высвечиваются, и вы, кто ответственен за радиационную безопасность операционной системой или пунктовой технический персонал должны сообщить об этом операционной безопасности. Вот это предполагаемо предупреждающие дозы обучения во время проведения. Вот для пиковой и кожной дозы 2 грея, об этом я говорил, аэркерма, то есть 3 грея, плотность дозы в референсной точке 300 грея или время в холостке 300 грея. Последующий предупреждающий уровень – 0,5 грея. И значительный уровень дозы обучения уже начинается с уровня 3 грея. Поэтому вот эти параметры, которые мы должны следить постоянно во время вмещательства, вот эта таблица тоже желательно иметь, заполнить или распечатать и положить там в культовую, чтобы тот, кто следит за радиационной безопасностью и дозами обучения, соответственно, чтобы не было риска возникновения радиационной язвы, я картинку показал в начале лекции, чтобы такого не допустить, надо чередовать проекты. Нельзя работать в одной и той же проекте. Если даже эта проекция самая, поменяйте угол, уменьшаете, допустим, или применяйте, скажем так, альтернативную какую-то дозу, выберите, чтобы не страдала информативность и безопасность работы. Но это основное, чтобы в одной и той же проекте длительное время работать нежелательно и не рекомендуется для того, чтобы избежать концентрации пиковой кожной дозы в одну и ту же точку. Иначе это может привести к таким последствиям, как я говорил. Теперь касаемся уровня защиты различных средств. Вот здесь перечислены те средства, которые мы имеем в операционной. Это и большая защитная шерма, когда на весь рост ставится вот эта шерма. Вы знаете, наверное, иногда она мобильная передвигается. Малая защитная шерма – это которая прикрепляется к потолку. Я об этом показывал на примере фотооперационной, как пользуется оператор, когда он ставит между собой и источником излучения. Фартук защиты односторонний, двухсторонний. Мы видим уровни защиты при разных процедурах. Воротник защитный, жилет с защитной с юбкой. Это и отдельно есть, и в двухстороннем защитном фартуке его нету, но при желании можно и отдельно надеть. Передник для защиты гонады юбка защитная, шапочка защитная, очки, перчатки и набор защитных пластин, которые прикрепляются к столу и спешиваются. Очень важный фактор защиты. Это надо учитывать, потому что рассеивающая доза иногда между источником излучения столом достаточно сильное бывает. Чтобы он не попадал на оператора, это рассеивающая доза, должны быть вот эти пластины, спешивающиеся в операционную, вот эти пластины, которые прикрепляются к столу и спешиваются вниз, чтобы рассеивающая доза не попала на ноги и на области гонад оператора. Здесь разные защитные приспособления вы видите, фартуки, ошейники, очки, перчатки, шапки. Не знаю, некоторые говорят, что там в шапке защитная очень неудобно работать, так же, как и в перчатках защитных неудобно работать, потому что тактильное чувство пальцев снижается, соответственно, качество работы снижается. Многие жалуются на очки, что они тяжелые, потеют и так далее. Но, тем не менее, надо учитывать, что все это есть в нашем арсенале. Есть некоторые очень важные защитные вещи, которые мы не можем предупреждать. Хорошо, вы не хотите надеть перчатки, потому что неудобно работать, очки тяжелые. Пожалуйста, пользоваться шермами или мобильными на весь рост, или подвесными на потолке. Вот такими пластинами, которые подвешиваются к столу, надо обязательно пользоваться. Это обязательный компонент рентген-защиты в операционной. Вот, кстати, мобильная шерма на весь рост, которая передвигается, как вы здесь видите. У многих есть он в наличии, но, в принципе, сочетание вот этих пластин, свешивающихся и вот такой фиксированной защиты шермы, крепящейся на потолке, можно заменить вот эту одну большую шерму. Вот видите, именно рентген-операционная защита, из чего он состоит, вот эти пластинки, которые крепятся на стол, вот это шерма потолочного крепления. И, соответственно, мы видим, что при применении одной из них защиты, да, или применении всех трех, настолько сильно растет защита, настолько меньше проникновение ионизирующего излучения. Например, вот буквой В обозначена зона проникновения рассеянного ионизирующего излучения, если мы применяем только одну защиту. Если все три, вот настолько уменьшается зона проникновения ионизирующего излучения. Разные бывают и защиты, вот здесь, вот видите, так называемую, защиту, когда вы можете не одевать эти фартуги, потому что очень часто многие жалуются, особенно когда в возрасте интервенционные ангиологи, ардиологи, на ортопедические проблемы боли в спине, боли в суставах. Да, возникают такие проблемы с позвоночником, когда мы на себя тащим, грубо говоря, вот эти вот фартуги, которые весят иногда до 7 килограмм. И в этих фартугах мы стоим час-два иногда, когда длительно иногда до воспитания. Чтобы исключить эти артопедические проблемы, применяем вот такую мобильную защиту Zero Gravity. и не знаю, кто-то имеет опыта, у нас в клинике такого нет. Собственно говоря, и даже у меня опыт и не могу сказать, насколько это эргономично, насколько это удобно для оператора, но теперь это тоже надо учитывать. Конечно, такая защита тоже существует. И теперь в конце рассмотрим характеристику отдельных защитных персонала, насколько значима, насколько значима каждый из этих компонентов защиты. В основном наша защита состоит из свинца толщиной 0,35 или 0,5 мм. Соответственно, каждый 0,1 мм двоекратно увеличивает защиту. 0,5 мм или 0,35 мм в сравнении защита увеличивается в два раза. Защита щитовидной железы очень важная, как мы видим, фактор 200. Очки и перчатки, видите, их значение гораздо меньше, чем вот этих других защитных компонентов. Поэтому я очень понимаю даже тех операторов, которые говорят, что в перчатках и очках неудобно работать. На самом деле, если мы их заменим другими, более эффективной защитной фирмой или защитным фартуком вдоль стола, как мы видим, очень большой фактор защиты. или потолочный экран между оператором и оператором защиты, практически такой же, как у очков. Если есть такая защита, мы можем, в принципе, очки поменить. широкий мобильный напольный экран на колесах самая большая техника защиты. Я это показывал мобильный. То же самое, скорее всего, будет оказывать защиту Zero Gravity, роботизированная защита. фартук. Но еще раз, у меня лично нет опыта работы с защитным устройством, не знаю, насколько это эффективно и эргономично в работе. И, соответственно, дозиметрия, мониторинг операций, это очень важно. У всех современных аппаратов ангиграфических эта система имеется, тем более, она беспроводная, на системе Wi-Fi работает, но мы можем проследить с помощью вот этих дозиметров проследить получаемую дозу каждого из персонала, каждого из сотрудников. И суточную дозу, и годичную дозу, и, соответственно, цветовая кодировка дает нам возможность кого надо отстранить, отработать, чтобы не получил, скажем так, дозу сверхреферанса. И вот зелеными отмечены те, которые получили, скажем так, безопасную дозу ниже реферанса. Им, конечно, разрешается работать дальше, соответственно, с условиями защиты. Вот этот мониторинг, конечно, желательно иметь, я не знаю, многие пренебрегают этим, многие лаборатории не пользуются, на самом деле зря, потому что не требует никаких затрат, отнести этот датчик куда-то там в лабораторию, чтобы дозу померили там и так далее. Это все автоматически меряется там же в операционной, там же автоматически анализируется, то есть от вас зависит только одно, носить дозиметр, и все. Остальная система автоматически настраивает, вот как здесь это выглядит, как это мониторируется, соответственно, как дается рекомендации по дальнейшей работе каждого из медперсоналов. И вот это последний мой слайд. Надо все-таки защищать свое здоровье, надо все-таки беречь, потому что даже в молодом возрасте вам предстоит очень много лет работы впереди, и все это надо знать, особенно, что геновское излучение обладает, так назовем, стохостическими отложениями на сроки. И чтобы не допустить таких рисков, вот эти принципы должны знать обязательно. Здесь принципов много, больше, чем десятка, не буду перечислять, запомните эту таблицу и используйте его при вашей защите реализирующего излучения. Все, я закончил.